Петарды детям не игрушка. Сразу семь печальных случаев произошли в новогоднюю ночь из-за неосторожного обращения с пиротехникой. Ожоги и переломы еще не самое страшное. Десятилетней девочке в новогоднюю ночь петарды оторвало пальцы. Врачи говорят, что с каждым годом таких случаев меньше не становится. Статистику непраздничных происшествий изучала моя коллега Виктория Базгадзе. Зимние каникулы не с друзьями, а на больничной кровати. Последствия веселой новогодней ночи. Фейерверки, бенгальские огни и самое простое. Бомбочки. Становится поводом не только для праздничного настроения, но и для посещения медицинских учреждений. Взял бомбочку и вышел в двор, чтобы со всеми повзрывать. Я его зажег, откинул и увидел, что он неправильно стоит. Пришел к нему и хотел подправить. В этот момент он взорвался в руки. Не совсем в руки, но недалеко от него. Родители Сергея обратились за помощью не сразу. Обработали рану сами, но боль не утихала. Только спустя 11 часов вызвали скорую. Итог новогодней ночи. Открытый перелом ногтевой фаланги и ожог правой руки. Получила травму и маленькая Марина. Десятилетняя девочка навсегда осталась. Травма не только физической, но и моральной. Получила травму петарды в результате взрыва петарды. Множественные осколочные ранения кисти. Правая кисть это с отрывом пальцев, второго, третьего, четвертых пальцев. Открытый перелом пястных костей. То есть травма очень тяжелая. Дочка фактически на всю жизнь осталась инвалидом. На данный момент состояние детей стабильное. Не лихорадят, поля нет. Получают необходимое лечение. Врачи говорят, что такие пациенты поступают каждый год. Только раньше проблема была в самодельной пиротехнике. Сейчас куплены в магазинах товар. В поисках быстрого заработка предприниматели открывают незаконные точки продаж. С учетом массовости применения пиротехнических изделий в новогодние мероприятия, министром внутренних дел принято решение о проведении на территории республики оперативно-профилактического мероприятия пиротехника. Несмотря на все проводимые мероприятия, на территории республики было зарегистрировано 7 фактов чрезвычайных происшествий с использованием пиротехнических изделий. Еще раз хочется обратиться к гражданам республики об использовании только сертифицированной пиротехнической продукции. Уже изъято более 50 тысяч единиц незаконного товара. Рейды по пиротехническим магазинам проходят и сегодня. Но специалисты утверждают, дело не только в качестве пиротехники. Люди просто не соблюдают технику безопасности. Именно поэтому шумный праздник и заканчивается больницей. Виктория Базгадзе, Чермен Сорайф, Новости Осетии.